3 октября день евстафия жил в риме воевода по имени плаки да что значит кроткий происходил из знатного рода вел праведную жизнь хотя и был язычник а на врагов одно имя плакиды наводила страх однажды во время охоты он увидел образ иисуса на кресте между рогами оленя это настолько его поразило что он решил принять христианство после этого крестились два сына евстафия и супруга потом стране вернулось язычество из-за отказ приносить жертву богам его убили народе сегодняшний день называли днем астафия ветряка поэтому отмечали праздник мельников поскольку в этот день всегда дул сильный ветер а ветряные мельницы работали на ветре народном сознании мельник является человеком необычным многие считали что он обладает сверхъестественными силами либо связан с нечистой силой и все потому что очень сложно самостоятельно построить мельницу и перемалывать зерно если же мельница водяная то думали что мельник приносит водяному человеческую жертву чтобы тот помогал ему для этого мельник толкал бедолагу под мельничное колесо потом мельник ежегодно напоминал водяному о принесенной жертве наливая воду водки и бросая туда хлеб поэтому в народе и приговаривали что из омута в пекло рукой подать никаких молебнов на мельнице никогда не проводят близ и мельницы стараются не ходить по напрасну опасаются женщины с собакой поскольку такой облик принимает нечистая сила все эти верования подкреплялись различными байками мол водяной гостит у мельника а русалки под мельничным колесом моют волосы еще больше боялись разрушена или заброшенной мелицы народе она считалась с гиблым местом в котором можно было пропасть без вести сегодня было принято рубить капусту которую считали наиболее вкусной приметы если сегодня северный ветер дует это холода если ветер дует с южной стороны это к теплу западный ветер к дождям а восточный к сильным ливнем паутина сегодня летает и туман стоит осень будет теплой и продолжительной если шишек больше верху то холодным будет конец зимы дело в том что современную науку диетологию длили конечно врачи которые изучали науку и получалось так что они сами болели и так получилось с говардом хэм это американским врачом который еще в 19 веке заболел 41 год ему исполнился и он заболел гломеролонефрит с высоким кровяным давлением обратился естественно к своим коллегам врачам и они ему сказали слушай а ты знаешь ты более неизлечима и поэтому мы ничего не можем тебе сделать и вот тогда он начал естественно искать умирать на место конечно конечно и нашел доклад другого ученого британского врача полковника мак гаррисона который рассказывал о народе хунза и вот этот народ откуда он взялся это значит это в пакистане имеется такая долина в котором в которой особый климат и там ничего не растет в основном только абрикосы вот говорят овцы там очень маленькие то есть коровы там как овцы там что-то там а а овцы как собаки а овцы там еще как кошки очень бедные они живут бедно значит питание особо никакого нет рациона как бы мало разнообразные и в основном абрикосы что самое интересное и там существует такая пословица что значит и женщина из народа хунза не пойдет туда за милым своим где нету абрикос то есть одно это у них из таких блюд это значит вот будем говорить питание там абрикосами сушеным так далее так далее значит живут они там проголодь практически мало чем болеет в основном они у костра там бывают и то глаза у них там слезятся от дыма то еще и якобы значит там говорится что они живут до 120 лет а женщины до 90 лет еще кормят грудью до грудью ну вот примерно смотрите описывается так что 32 тысяч на население этого рая не знает болезни среднее продолжить на 120 лет вот значит они вегетарианцы в девятнадцатом веке ну может быть может быть сырыми фруктами овощами там зимой высушенными значит на солнце абрикосами и пророщенными зернами и мы сейчас как раз да сделаем этот фарш и